Всем привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Оля. Вы на моем парфюмерном канале. Заходите в гости, подписывайтесь, если вы этого до сих пор еще не сделали. Сегодня передо мной подборка ароматов на ягодно-фруктовую тему. Но это те ягоды и фрукты, которые я ношу исключительно зимой. Пока зима у нас еще в самом разгаре. Я записываю видео в середине февраля. Хотя иногда уже чувствуется дыхание весны, но все же на улице снег, на улице мороз бывает. То есть зима еще по праву у нас пробудет несколько месяцев. Это точно. Поэтому поехали. Сподвигла меня на это видео моя новинка. Кто смотрит мои видео постоянно, те, наверное, в курсе, что мы с вами поэтапно разбираем мою последнюю посылку, огромную посылку с ароматами. И я распаковываю их не все сразу, а в порядке очереди, чтобы сохранить эффект новизны. И сегодня перед нами очередной аромат, очередная новинка. Я его распаковала уже, наверное, неделю или полторы назад, может быть, даже и две. Уже с ним хорошо познакомилась. И, конечно же, хочу познакомить вас с данным ароматом. И благодаря именно этой новинке, да, случилось видео на данную тематику. Это аромат от бренда Корлов, который называется Гала А. Лёпера. Я вообще с брендом не знакома, но периодически как-то натыкалась на флакончики, читала отзывы, но как-то все, руки не доходили до приобретения данных флаконов. И вот свершилось, случилось здесь у меня в руках такой вот огромный красивый флакончик. Здесь, по-моему, 100 мл. Что я вам хочу сказать, ребята, я не в полном восторге от данного аромата. Да, покупки вслепую, они не всегда вызывают эффект вау и восторг. Бывает так, что ты ожидаешь от аромата одного, а к тебе приходит совершенно другая история. Но не всё так плохо, сейчас всё по порядку расскажу, покажу. Я сейчас, кстати, зашла на сайт, на рандеву, увидела то, что данный аромат и так же есть в наличии, но на них существенно поднялись цены. И вот, по-моему, сейчас они около 5 тысяч стоят. Вот за эту цену, мне кажется, можно поискать что-то намного интереснее. Я однозначно аромат вносить буду, однозначно он найдёт место на моих парфюмерных полках. Но, зная заранее, что я услышу в данном флаконе, если бы я знала заранее, я бы его, скорее всего, не купила. Но, знаете, я ещё в процессе знакомства. Мне каждый раз, когда я его наношу на тебя, либо на блотер, скрываются всё разные-разные грани. И, знаете, у меня какое пришло озарение буквально перед тем, как я начала снимать данное видео. А, возможно, его время-то и не совсем зима. То есть, мы сейчас с вами снимаем видео, я снимаю для вас видео про фрукты, ягоды зимние. И, как мне казалось, это также зимний формат. Но, скорее всего, нужно его попробовать в более тёплые погодные условия. Возможно, весной и даже не ранней. Давайте, что же, что же здесь? Заявляют нам белый шоколад, заявляют нам ваниль, бензоин, кашемир. То есть, что-то такое должно быть сладкое, тёплое. Это как раз то, что было бы идеально носить зимой. В принципе, почитав отзывы, я также поняла то, что люди разделились на два лагеря. Те, кому прям очень сильно понравилось, те, кто носит, и те, кто ничего против этого аромата не имеет. И те, кому он оказался посредственен. Я где-то посередине, но, в отличие от того, что заявлено в официальной пирамиде, я здесь слышу много ягод. И даже не то, что ягод, а, скорее всего, такой абстрактный ягодный компот из чёрной смородины, красной смородины, черника, голубика. Ну, что-то такое вот, да, тёмные ягоды присутствуют. Здесь нет кислинки. То есть, здесь именно такая вот субстанция уже переварена, более сладкая. В компот добавили ягод намного больше, чем необходимо. То есть, присутствует такая небольшая терпкость. Ещё раз повторяюсь, в пирамиде ягод нет, но я здесь их отчётливо слышу. Возможно, даже есть чуть сливовый аккорд. Но вместе вот с этими ягодами, в принципе, красивыми, интересными нотами, я слышу какой-то водянисто-цветочный аккорд, который, мне кажется, портит всю картину. Никакого белого шоколада, никакой ванильности однозначно нет в моём флаконе. Но если бы вот не этот вот водянисто-цветочный аккорд, не знаю, что это, лотос, кувшинка, какая-то такая весенняя, акварельно размытая магнолия. Такое очень тонкое весеннее, которое также, ну, такие ароматы также имеют место быть, но не здесь. Просто я ожидала немного другого. И вот эта вот сладость от ягодного варенья в сочетании с водянистыми цветочными аккордами, мне этот аромат простит. Мне не хватает в нём сока, мне не хватает в нём сладости, напористости, яркости, скорее всего. Ещё раз повторяюсь, я ещё в процессе знакомства. Кстати, если у вас есть, напишите, какие ваши эмоции, потому что я читаю отзывы. Ну, не знаю, возможно, люди немного фантазируют, когда пишут их, и белый шоколад здесь и слышат, и те, что какой-то тягучий такой вот сливочно-ванильный ликёр. Не знаю. Я не знаю, я здесь слышу то, что я вам рассказала. Ещё раз повторяюсь, то, что дам ему шанс в более тёплую погоду. Возможно, вот эта вот сладость, она как раз проступит на тёплом теле, на горячем теле. Да, у меня кожа холодная, поэтому, возможно, не все ароматы раскрываются так, как нужно. Ничего отвратительного, ничего того, что могло бы вызвать какие-то негативные эмоции. Просто я ждала немного другого. Но это вот, этот аромат, возможно, как и всё у Корлов. Надеюсь, я правильно читаю. Это такой стандартный, стопроцентный люкс. То есть, это ни коим образом не претендует на нишевое звучание, но это и не масс-маркет, это неплохо. Это такой вот прям коренной люкс, который, возможно, понравится большинству. То есть, здесь как бы ваше решение, брать или не брать. Поэтому такие эмоции. Дальше я вам буду рассказывать про своих любимчиков. Здесь уже как бы без сомнения ароматы будут заслуживать внимания. Но, тем не менее, если вдруг-вдруг вам всё же сквозь мои такие эмоции понравилось описание, ссылочку я вам оставлю. Вообще, пробегитесь в магазин, у них сейчас там классные распродажные цены, приуроченные к концу зимы. Зимние последние распродажи, поэтому грех не воспользоваться такой возможностью. Давайте, так, что же мы, что же мы с вами возьмём дальше? Дальше я, наверное, возьму своего старичка, который у меня уже очень давно. Это вот такой малыш от Кертье, де Лис, де Кертье. Я, к сожалению, не знаю судьбу данного аромата, возможно, они даже уже сняты. Мне, конечно, печально этот факт. У меня небольшой остаток от 30. Это классная вишня. Но вишня абсолютно абстрагированная от нынешней модной тенденции Lost Cherry. Это иная вариация. Он не похож ни на один вишнёвый аромат, который сейчас в тренде у всех на слуху. На слуху это не Халтат Найт, это не HFC, да, Wrap Me in Dreams. Это совершенно другая история. Это сладкая, тягучая, чуть, опять же, ликёрная вишня. И в этом же самом моменте она и свежая. То есть здесь и сладость, и свежесть наравне. Мне очень не хочется его распылять на блотер, потому что, на самом деле, я, если честно, уже берегу этот небольшой остаточек. Я, не знаю, была уверена, что их на самом деле сняли. Однозначно люблю такую вот сладко-свежую красоту носить именно зимой. Именно, это предыдущий блотер, именно в морозную погоду. Мне он прям вот как-то приглянулся много лет назад именно в такое настроение. И до сих пор остался однозначно зимним, но, тем не менее, он ягодный. Я думаю, если бы вы его приобрели и носили в любое другое время года, он бы также отлично был и летним ароматом, и вообще 100% универсальным. Для меня это только зима, поэтому он попадает в нашу подборку. Следующий аромат, раз уж мы с вами про вишню, это как раз вот аналог на нашумевший аромат от бренда Tom Ford Last Cherry. Я не имею оригинала, да, но я с ним хорошо знакома. У меня есть, кстати, как его, господи, аромабокс целый, посвященный вишневым ароматам. Я вам обязательно в ближайшее время про него сниму. То есть там есть этот самый оригинальный Tom Ford Last Cherry. У меня уже настолько много собралось вариаций на, что оригинальный флакон мне на самом деле не нужен. То есть если сравнивать цена-качество, можно купить намного интереснее. Ароматы не менее достойные и не менее привлекательные. Это вишня алкогольная с миндальной пудрой. Здесь вот как раз уже есть и шоколад, и это уже очень такой томный, тягучий. Да, ликерно-шоколадный аромат. Что отличает именно вот эту версию от классики? Мне он более пудровый. То есть здесь вот какая-то такая миндальная пудровость, которая проступает уже, наверное, ближе к середине, да, не к базе, а к середине процесса ношения данного аромата. Он стойкий, он яркий, он мне очень схож. Я, знаете, не совсем понимаю людей, которые прям вот видят какие-то кардинальные различия. Либо ты купил за очень дорого Форда, и тебе вот прям принципиально надо увидеть, узреть вот такие вот различия, и чтобы как бы унизить вот это. Я не знаю, я говорю за себя. Если вы любите, носите, если вы на самом деле чувствуете разницу, я нисколько не умоляю ваши чувства. Я говорю за себя, поэтому если у вас есть желание приобрести аромат на вишневую, красивую тему, с благородным звучанием, с прекрасным чудесным, долгоиграющим шлейфом, обратите внимание. Да, кстати, он не обязательно для меня зимний, но вот как-то зимой его хочется намного чаще, и ношу я его на самом деле намного чаще именно в прохладную погоду. Но вот надеваю под настроение вообще в любое время года, когда хочется прям вот какого-то такого чудесного, великолепного, красивого, теплого, согревающего шлейфа на целый день, да, он очень стойкий. Также, кстати, на рандевон у них практически всегда бывает по отличным ценам. Посмотрю, если что, ссылочку оставлю, если вам актуально, посмотрите. Так, дальше, что у нас дальше? Дальше, дальше опять, наверное, по старичкам, про то, что у меня очень давно, и я уже имею такой совсем небольшой остаток, это классическая Си, самая первая версия Джорджа Армани. Да, посмотрите, остаток уже совершенно небольшой. Они, наверное, вот ровесники, то есть одной зимы, и в одну зиму я их носила попеременно. Я помню, у меня очень часто вспоминают огромный такой вот свитер оверсайз, таким вот массивным воротником. Он у меня вот насквозь был пропитан вот такими вот сладко-фруктовыми, ягодными ароматами. И потом убираешь этот свитер на лето в долгий ящик, достаешь опять, когда он становится актуальным, и чувствуешь вот это вот смешение вот таких вот прям сладких вкусных нот. То есть пропитывался от и до. Здесь чёрная смородина. Но чёрная смородина, опять же, в её сладком виде, это не свежая ягода, а именно джем, варенье, что-то какой-то, возможно, чёрно-смородиновый мармелад. Аромат гиперсладкий. Аромат, я чувствую, уже начинает у меня плыть. То есть, знаете, я заметила то, что когда во флаконе остаётся очень небольшой остаток, аромат моментально начинает портиться. То есть, если бы у меня был остаток больше, с ним бы было всё нормально однозначно. Но когда остаток невелик, он уже начинает выпадать в осадок, и вот начинают слышать такие прогорклые ноты. Но если его пропшикать, верхи вернутся на место и придут в себя. Но его надо пользоваться прямо в ближайшее время. Возможно, я куплю какую-то вариацию, что там у нас вышло недавно, Intense, если честно, не слежу. Возможно, немного поскучаю и куплю себе такой же, естественно, в меньшем объёме. Возможно, вообще подожду, пока совсем-совсем-совсем приспичит, потому что аромат со мной настолько долго, что уже, естественно, начинает немного надоедать. И коллекция настолько разрослась, что сейчас мне он кажется немного простоватым. Но правда, на самом деле, иногда хочется такое вот прям гипер-гипер сладости нанести на себя. У меня вот в последнее время такое вот настроение. То есть, несмотря на то, что уже как бы мы идём к весне ближе, уже такое солнышко весеннее, особенно если оно светит ярко, уже начинает капать копель. То есть, можно бы уже присматриваться к более свежим таким зелёным парфюмам. У меня не покидает прям вот чувство и желание носить гипер-сладость. Его носил этой зимой в телеграммах своих, в соцсетях. Всегда вам выставляю парфюм дня. Поэтому, если не подписаны, сделайте это. Там я появляюсь намного чаще, и контента намного больше. Едем дальше, дальше, дальше. Тоже мои любимые ягоды, да, от ягоды. На зиму это аромат от Бёрбери Фохё. Он так и называется. Помню, в своё время он вышел. Такой был бум на него. Это просто из каждого утюга рассказывали про данный аромат. И он мне, кстати, до сих пор нравится. Я его купила тогда на пике его популярности. Автор данного аромата является Франсиско Куджан. И он одновременно сделал Бакару Ружь и вот этот вот аромат Фохё. Я здесь не слышу ничего общего с Бакарой. Только лишь вкуснющую клубнику и засахаренные петушки на палочке. Ни бинтов, ни йода, никаких отвратительных моментов не присутствует ни здесь. И в Бакаре я их тоже не слышу. Ещё раз повторяюсь, у меня кожа холодная. Возможно, она не раскрывает всей этой красоты в скобках. Здесь, в отличие от Бакары, просто огромная корзина вот этих самых клубничных, возможно, даже петушков. Это та же история про гиперсладость. И я однозначно люблю вот эти вот чудесные петушки, чудесную клубнику носить именно зимой. В любое другое время года это весной неактуально. Летом суперсладко, осенью хочется чего-то более минорного, чего-то такого ностальгического, возможно. Вот для зимы отлично. Также недавно носила, поэтому план выполнен. Дальше, дальше к чему мы идём? Мы, наверное, пройдёмся по просто бомбовому аромату, который я планирую сегодня нанести на себя. Это муза. Муза про уже фрукты, то есть это уже у нас не ягоды, а фрукты. Давайте я сейчас закрою рот, да, чтобы не попадало ничего внутрь. И нанесу его на себя, потому что я, когда делала эту подборку, уже спланировала наносить музу в качестве аромата дня. Так, всё, кыш, брысь. Это волшебный аромат на тему сливы, но слива такая благородная. Слива оттянена дымом, оттянена ладаном. Слива тягучая, слива. Здесь как раз вот я не чувствую какого-то алкогольного момента. То есть это просто такое вот так же тягучее варенье слив. У нас здесь варенье из чёрной смородины. У нас было вишнёвое. Это вот сливовое варенье. Однозначно есть какие-то смолы. Они делают эту сливу не такой беззаботной, как, допустим, вот эта чёрная смородина от Си. Тут благородная сладость. Тут сладость такая, над которой надо задуматься. Тут сладость такая, которая заставляет просто распрямиться и идти с вверх поднятой головой и с расправленными плечами. Это очень красивый аромат. Я как-то с трудом его могу описать, прям вот разложить по полочкам. Потому что он, в принципе, ничего такого сверхъестественного я в нём не слышу. Но вот эта вот комбинация и переваренных слив, и ладаного дыма, и тягучих смол делают его особенным. Я его очень люблю наравне с оперой. Но про оперу я недавно делала целое видео. Оставлю вам, если интересно будет. Потому что я купила... Я купила дубль. Да, я купила дубль в немного другом флаконе, в переформулированном. У меня ещё прежние версии, потому что аромат также не новый. Ну, кстати, опера... О, господи, не опера, а увертюра. Я совсем заговорилась, да. Увертюра она также могла попасть в эту историю. Вот в эту историю, про которую я вам сегодня рассказывала. Также, в принципе, на эту тему. Только там у нас главные роли цукаты. Цукаты, политые каким-то таким же вот тягучим сиропом. Ну, сейчас не про неё. Оставлю вам видео, если не забуду. Обожаю. Просто обожаю. Я сейчас сижу... Я в раю. Давно не носила. Ну, выгуливаю редко, дабы не присытиться. Чудесно. Всё. Сегодня в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме. Я не знаю, где вы на меня подписаны. Если не подписаны, обязательно это сделайте. Ждите фотоотчёт с музой. Так, следующие фрукты. Это мандарин от Лаборатория Алфактиво. Я их покупала этой, именно этой зимой. И также, когда вам рассказывала про свои покупки, сделала такой акцент, что это внесезонный аромат. Вы можете носить круглый год, потому что это будет актуально всегда и везде. Потому что это мандарин. Мандарины, цитрусы, они актуальны как и летом для создания такого эффекта ароматного душа, так и зимой, в преддверии новогодних праздников, когда мандариновые истории как нельзя актуальны. Но, подносив его этой зимой, настолько пропитался, даже не то, что пропитался, а въелся у меня в подсознании, как зимний, что я вот сейчас его достала, и у меня промелькнула просто вся моя зима, с декабря по февраль. Я его очень часто носила, и, в принципе, так же в качестве ароматного душа, что, возможно, мне не захочется терять вот эти эмоции, возможно, мне захочется его заякорить именно с зимой 2022-2023. Я не отрекаюсь от своих слов. Если вы его купите летом, вы будете безмерно счастливы поливаться им, хоть на отдыхе, хоть на работе, хоть просто дома сидя на диване. Это мандарин, который в парфюмерном плане пахнет намного реалистичнее мандарином, чем наши мандарины из магазинов. То есть здесь и терпкая кожурка, и ты когда нюхаешь, ты прям ощущаешь вот эти бугорки выпирающие, когда вы начинаете чистить этот фрукт. Здесь и сама сладкая мякость, здесь и горечь, зёрнышко, которое нечаянно попало на зуб, и вы его растираете. Здесь и такой нечаянный брызг, который может, конечно же, случиться, пока вы поедаете этот фрукт. Но вот спустя время, что я слышу однозначно здесь ещё, я, кстати, не помню, говорила я про это, когда рассказывала, хвоя, такая вот прям однозначная хвойность, которая вот ещё больше привязывает его к зимней погоде. Ёлочка, да, Новый год, праздники, классный. Но он также фруктовый, он также зимний, поэтому попал в эту подборку. Дальше у меня вот такой вот бюджетоз, Марина де Бурбон. Для меня это просто экстремальное открытие прошлой зимы. Я его купила, когда услышала то, что пару блогеров сравнивали этот аромат с Tom Ford Bitter Peach. Ой, тоже у меня было много всяких высказываний по данному поводу. Я сейчас, наверное, не буду делать привязки к похожести или нет. Ну, на самом деле есть, есть что-то схожее. Как есть схожее, так и есть различия. Когда я его впервые купила, я его купила, кстати, в Магнит Косметики, также перед новогодними праздниками, но уже в прошлом году, то есть это уже вторая зима, мне как-то уже заведомо было понятно. И, конечно же, я притянула за уши то, что аромат пахнет персиком. Но потом, спустя время, я его носила в качестве аромата дня, и на себя, и на запястье, и на блоттеры. Кстати, да, я его ношу как полноценный парфюм. Мне он очень сильно нравится. Я считаю, что это такая жемчужина, которую можно найти, жемчужина в парфюмерном мире, которую можно найти незадорого, в ближайшем вашем Магнит Косметике. Или, по крайней мере, просто сходить понюхать. Он мне пахнет сейчас, потом, да, до меня дошло. Чем же он мне пахнет так явственно, что вообще совершенно далеко от персика, он мне пахнет виноградом Изабелла. Это единственный аромат, который мне пахнет виноградом настолько реалистично, что, когда я это осознала, меня просто прострелило с ног до головы. Но виноград не такой натуральный, как бы нам хотелось. Здесь, в этом парфюме, еще присутствует такой немного трешовый аспект, момент, как будто лак для волос. Аромат не новый, аромат, скорее всего, 90-х, возможно, начало 2000-х. И вот он пахнет именно теми временами, когда ты в свои там 13-15 лет, сейчас просто абстрактно говорю, я не высчитываю возраст, а вспоминаю свою юность, ты набрызгиваешься так вот прям смачно. Тогда помните еще, если вы плюс-минус моего возраста, челки вот так вот начесывали, набрызгивали это все лаком и душились какими-нибудь дешманскими духами из ларька. Так вот здесь вот есть вот этот эффект, именно лака для волос, в сочетании с красивым, повторяю еще раз, красивым виноградным соком. Аромат на любителя, но мне он настолько нравится, он мне настолько зашел, он мне пахнет даже немного ностальгически, и это, естественно, не может не радовать. Поэтому он у меня в ходу, он у меня однозначно зимний, потому что я его купила зимой, я его носила зимой, и это вторая зима уже вместе с ним. Последний на сегодня аромат, про который я не могу так же молчать, потому что также зима 2022-2023 года пропиталась им от и до. Это аромат от бренда Лазур, который называется Sunset Bay. Разнообразный, недавно, кстати, делала обзор, я вам оставлю, если хочется более подробно, и сейчас скажу в паре слов. Абсолютно разнообразные именно красные ягоды, здесь и красная смородина, и брусник, и клюква, что еще тут может быть, такое вот на красную тематику, не помню, сказала, нет, замороженные, то есть они такие прям вот ягодки-ледяшки, возможно, даже разбросаны на снегу, то есть есть эффект такой немного морозца, ягодки с небольшой кислинкой, но очень густо политы тягучим ароматным сиропом, не знаю, возможно, карамелью, возможно, кленовым сиропом, да, ну, это мы уже немного фантазируем, но есть такой вот сладко-тягучий эффект, который чувствуется на фоне, рядом вот с этими замороженными ягодами. Ягодки вот для меня на самом деле прям вот как ледышки, как даже леденцы есть такие, да, стекляшки, возможно, даже они имитируют эти самые леденцы, и сладкий сироп. Аромат такой прям вот терпкий, в меру сладкий, абсолютно необычный, ни на что не похожий. Я, по-моему, рассказывала, когда про него более подробно, есть небольшой эффект растертых между пальцев черно-смородиновых листьев, то есть такая прям вот терпкость от них исходит, и этим самым моментом мне он напоминает аромат от Killian After Sunset нынешний и снятый ещё аромат в яйце Killian Miss Slowly. Не буду сейчас прям долго разглагольствовать на эту тематику, потому что очень подробно про него рассказывала. Чудесные ягоды, которые для меня однозначно зимние, но если... Та же самая история, если вы приобретёте или попробуете этот аромат в любое другое время года, он также будет актуален, но, скорее всего, это либо зима, либо лето. Опять же, осенью что-то более минорное, весной что-то более свежее. Обожаю! Вот сейчас его нюхаю и также понимаю то, что много дней провела с ним именно в эту зиму. Классный! Оставлю вам целый отзыв. Всё! На сегодня я завершаюсь. Если есть что сказать, жду вас внизу в комментариях. Повторяю, подписывайтесь на соцсети, чтобы быть в курсе всех моих парфюмерных событий, всех моих парфюмов дня. Всё! Я вас всех люблю, целую! Пока! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok